Кошечка моя, давай тут. Вау, это что такое? Ложись. Приветик. Всем хеллоу. Ложись вот так, мамочка, смотри как надо. Мам, иди сюда. Иди сюда, мам. Ложимся. Крошка, картошка моя. Мы во двор вышли. Мы вышли во двор. Мама, мама. Дай встанем, подожди, мамочка, дай встану, дай встану, не могу лежать. Дай встану. Так, я, да, я сняла ресницы. Не то что сняла, у меня просто срок уже прошел, и я не ходила на, не записывалась еще, на реснички. Моя красавица. Вот такую штуку тебе тоже хочется, да? Может, купим тебе такую? Мама. Да? Тебе тоже хочется как на велике кататься. Что за сапка интересная? Слушайте, я не знаю, там я и две шапки надела, потому что туда ушки продувают. Я что-то боюсь, чтобы ее не продула. Вот, то есть, иди сюда. Доченька, иди сюда. А мы были, мы, она подошла как... Я вообще собиралась спать ее укладывать, а потом она подошла к окну и говорит, типа, мам, пошли гулять, пошли гулять. А у нас окна, получается, прямо во двор выходят. И все. Здрасте. Как ты думаешь, все женщины должны стать матерями, или это не для слабонервных? Нет, я считаю, что это зависит от характера женщины, если есть ли в ней инстинкт материнства. Но, опять же, у многих женщин он появляется, когда они видят своего ребенка. Это личное дело каждого, на мой взгляд. Кто-то видит, не видит в этом счастье, он видит счастье в чем-то другом. Поэтому, мне кажется, что, если женщина этого не хочет, это лично ее... Вот так надо садиться, доченька, вот так, смотри, на качельку. Ты маму будешь качать, давай. Садись. Сможешь, у тебя получится? Не получается? Сейчас мама тебя пуссадит. Иди сюда. Подойди поближе сюда, подойди вот сюда, спинкой встань. Давай, иди, я тебя сейчас посажу. Стоп. Оп, и держись. Держись, держись крепко-крепко. Держись, держись, мамочка, держись. Держись крепко. Боже, моя маленькая, какая же она уже большая, мне не верится. Боженька, как я благодарна за такого ребеночка. Такая она у меня хорошенькая. Моя красотулевая. Вообще не верю, что она уже такая взрослая. Господи, фэшн-стилисты, я вас умоляю. Идите, вы просто очень модные мне далеко. Я в мир, я жизни не видела, мира не видела. Ничего не знаю. Но вы-то, конечно, все знаете про моду. Доченька, пойдем. Пойдем, малышка? Пойдем, моя красивая. Пойдем. Пойдем. Пойдем? 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 Дай мне твою руку. Пойдем. Пойдем. Идем, нет? Не хочет идти, буты. так я обожаю вас тата почему чисто материнский вы все прививки делали а я показался так вопрос чисто материнский сели бы делали я делала личности прививки я не знаю считаю что меня привили я вроде выросла нормально и моя бабушка была привита и вообще я считаю что я русская и как это вот у меня здесь не будет отметки вот здесь сбоку вот этой вот ямки на руке вдруг кто-нибудь в жизни потом не догадаться что я из россии без этой ямки я считаю что это ямка нужна обязательно всем у меня было и у меня есть ямка моего отца есть ямка у моего деда не знаю так ты уже русская ты же еврейка господи как меняться все быстро но ты знаешь мы все-таки из снг и всех у нас отметки одинаковые ты хочешь снять тебе холодно будет без перчаток дочь ну посмотрим если холодно будет тогда скажешь мне холодно без перчаток дочь не пошли мы туда посмотрим там еще есть песочница пойдем ты же любишь песочницу так чем еще рассказать ну что так и живем вот песка нет вот играем с камнями так смех идиотики как у трестана слушайте я не знаю мне кажется у нас мама шикарный смех так чем еще рассказать значит с этим я не согласна я за наше русскую эмблему вот посмотрите на ирину шейк если бы у нее этой штуки не было мы вообще навсегда ее потеряли а так как видим вот эту ямку на левом плече все сразу понимаю что шейк наши наши что дочь ко мне нет ямки но уверили что привит слушай я не знаю мне кажется обманывают тебя подменили в детстве тебя привезли запада что дочь что такое что-то тебе ручки не замерзли пойдем пойдем на самом деле рукам холодно я не знаю почему бы эти решила без этих что я так люблю доченька такая красивая у меня что это дочь что это вот мальчика наверное что это такое у меня полосочка какая полосочка нормально выглядит спасибо в принципе только из дома вышло ну ну как погулять с ребенком до двора ты маму гладишь да ты моя красотуля поцелуй ноги поцелуй ну поцелуй почему на камеру не помнишь что это что это что это мама да что это какой IT нет кто это кто это кто-то сломается сюда мама нет мама кто это что это есть мнение это свет Так, только читает там, где написано, как хорошо она выглядит. А что мне надо читать? Как я херово выгляжу или что? Вот почему ты дружишь с людьми, которые тебя обсирают? Нет, мне кажется, ты дружишь с людьми, которые тебя обсирают. Потому что за логика. Смысл мне обращать внимание на говно. Что, в жизни мало говна, что ли? Ты мне думаешь, что так нужна в моей жизни? Не особо. Я хочу, наоборот, чем-нибудь позитивненьким себя окружить. И мне как бы не очень нужен твой высер. Ну, мне так кажется, я не знаю, может, у тебя другая логика. Типа, наверное, ты общаешься с теми, кто тебя оскорбляет. Ты общаешься с теми, кто тебя ненавидит и говорит, что ты чумо последнее. А ты с ними такая дружишь. Что, мама, мама? Мама, ну, пойдем, возьми, пойдем в песочницу. Да, я жду. Я тебя жду. Я тебя жду. Поэтому, не знаю, у всех как бы свое понятие о жизни, там, о дружбе и так далее и тому подобное. Слушай, у меня вот так пальчики замерзли без варьера, без перчаток, доча. Тебе не холодно? Ну, возьми, пойдем, возьми. Вот видишь, кто-то забыл, пошли. Ну, вот видите, все, пошли с камнями играть. Мамочка, давай хотя бы эти наденем тебе, я не могу, я не могу сон-то. Пошли, там песочница есть, дочь, там есть нормальный песок. Пойдем? Здесь камушки, зачем с камнями играть? Пойдем, зайчинка моя, моя маленькая, красивая моя. Ой, сверху. У тебя глаза раскосые или такая же? Да, у меня раскосые глаза. Но кто-то путает мое раскосость с косоглазием. Кстати, я знаю, кто-то, это особо одаренный иллюзор. Наушники вернули? Не, наушники, конечно, никто не нашел. Просто я в самолете 100% выставила. Я дошла до паспортного контроля и сразу спалила, что их нет. И не наушники, а сама коробочка. Просто жалко это про... Ну, мне жалко. Мне кто-то написал, типа, ой, типа, такая богатая, какой-то вообще бред. Типа, какой-то, типа, ты такая, типа, себя такой богатой позиционируешь и позоришься из-за наушников. Что-то в этом роде. Меня, короче, ляпнули. А я еще такой делаю, еще с такой насмешкой, типа. Слушай, я себя, во-первых, богатой не читаю, во-вторых, все, что я себе покупаю, это... Я ценю то, что я покупаю, то, что я имею. Я же не могу каждый день покупать, по себе ходить, блин, там, по 297 евро наушники, я не знаю. Ну, я ни хрен его знаю. Не, может, люди так и живут, черт знает. Но у меня, к сожалению, миновало такое, поэтому приходится переживать, просто обидно. Я себе сразу купила наушники и телефон, и сразу наушники потерять, блин, как-то очень обидно. Так, ты коробочку потеряла или наушники? Не, наушники у меня в руках остались, в ушах. Саму коробку, адаптер вот этот. Ну, ладно, придется новый заказать. Вот, ну, не знаю, но некоторые люди как-то странно отреагировали. Они просто все каждый день эркотцы про покупают, они богатые, а мы люди нищие, и не можем себе такого позволить. Но дай бог, дай бог, конечно, чтобы вот так можно было каждый день терять и покупать новое. Ну, я не знаю, надеюсь, мне помогут. Так, ты что такая страшная стала? Слушай, я не знаю, я тоже вижу, что я плохо выгляжу. У меня очень уставшая кожа, у меня, что-то я устала. Еще я поправила сейчас немножко. Сейчас, вот вы меня спрашиваете, как ты похудела, как ты похудела, я сейчас опять подправилась. Сейчас я не должна себя взять в руки и готовиться уже к нормальной жизни. И будем, может, вместе что-то там делать. Упражнения какие-нибудь. Но я не знаю, когда это будет, я пока не готова. Сейчас вот у меня период, когда реально хочется жрать. Не хочу даже останавливаться. Печенье, они такие грустно, знаешь. Грустно, но вкусно их жрать. Вот. Поэтому сейчас у меня такой период. Но у меня еще скоро должны быть эти. Поэтому могу себе позволить. Но потом надо брать себя в руки и опять быть в нормальном весе. Я когда поправляюсь, я сразу некрасиво становлюсь. У меня кожа плохая становится. Конечно, сладкое жрать мешками. Нельзя это все делать. Вот то есть у тебя ручки не замерзли, зайчик? Мама, лошадка. Лошадка, да? А коровки здесь нету? Нет. А петушок есть. Лельфинчик есть. Так. Сходи еще к Шепалеву, поправь материальное положение. Слушайте, схожу и что? Вам-то что? Чужие деньги-то терять. Или если я даже каждый день буду ходить к Шепалеву, то не знаю, что я каждый день буду ходить себе покупать новые наушники. Поэтому... Если вы не понимаете каких-то утрированных шуточек, то простите. Я просто в жизни все видела, чтобы с ума от этого не сходить. Кичатся только бомжи, которые в жизни ничего не видели. У них вчера что-то появилось. И вот они такие там чем-то кичатся. Я где бы ни была, как бы ни отдыхала, чтобы я не умирала, но тогда я за собой не замечала, чтобы я этим не гендривалась. уу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Видите, мне холодно? Да блин, я я тепло одела, но просто я не знаю, значит, что перчатки... Может, наденем перчатки? Не, мама, надо. Ну, давай, холодно. Даже у меня руки замерзли. Так, что там беженок здесь? Мы собрались одни обиженки. Почему обиженки? Мне казалось, что у меня нормальные. Тата, тебя в комментариях называют страшной. Почему? Слушайте, я не знаю, я не считаю себя страшной. Я считаю, что я очень эффектна, что я очень красива, что я много над тобой работаю. Что до этого не нравится? Поэтому, я не знаю, страшно это те, кто такое говорят. Они не страшны не потому, что они такое говорят мне, а потому, что это у них душа обиженная. Представляете, как им хочется... Они на других людей смотрят, и им хочется искать, видеть страшных. Чтобы свою самооценку поднять. Поэтому, что таким людям можно сделать? Только пожалеть лошков маленьких. Жалко вас. Ну, что делать? Ничего страшного. Каждый человек сам выбирает себе, в каком коридоре ему жить. Потому что... Слушайте, недавно читала... Не то, что недавно. Я сейчас читаю одну книгу, ее написала... Что, доченька, спустить тебя? Да. Давай, спасибо. Сейчас читаю книгу. Написал ее Александр Король. Это наш такой достаточно современный психолог. Я так поняла, что он немножко не от мира сего. Он такой странноватый парень. В чем заключается вообще смысл этой книги? Что человек, в принципе, он становится именно... То есть он становится тем, что его окружают. Грубо говоря, он живет этой же судьбой, которая его окружает. И в каждой судьбе, в каждом коридоре есть определенный свой левел. Там от 1 до 11. Потому что в любом своем коридоре ты можешь быть что самым как бы нищим, что самым богатым. И когда у нас в жизни происходит какое-то ЧП, допустим, что-то... Блин, не знаю, как правильно объяснить. Там только замудрено все. Короче, когда у нас в жизни происходит какая-то жопа, и мы начинаем переосмысление вообще ценностей. И, допустим, вот у нас был муж, и тут фига как мы мужа теряем. И вот у нас освобождается 30% видения нашей жизни. И мы начинаем... Мы должны воспринимать это как свободное место для вашего... Не мозга, а для ваших глаз. То есть вы должны что-то увидеть на 30% новое, а не скатываться... Короче, я не знаю, что несу. Я просто, наверное, неправильно сейчас сформулировала все предложения. Поэтому лучше заткнусь, пока до конца не зачитала. Мама! 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 Так... Ну, вообще, интересно... Что, доченька, опять хочешь скакать? Давай, стой. Ой, блин, какая ты тяжелая! Ах! Ах! Подожди, как же там было сейчас? Сейчас освобождается 20% от твоей... Твоего видения жизни. Почему ты в этом или ином коридоре? Блин, я не знаю. Очень интересная штука, короче, реально. Ее надо... Я еще не прочла ее до конца. Ну, очень круто все описано. Мне прям очень понравилось. Называется Коридор. Почитайте обязательно. Я тоже ее зачитаю. Мне очень интересно вообще. Я, в принципе, поняла, что он... Не, я даже думала о том, что он имел в виду. А, вот, допустим, небольшой пример. Вот там я сейчас вспомнила небольшой пример. Допустим, живет мальчик. Он у него из очень там богатой семьи. У него нет каких-то понятий о красивой жизни. У него нет понятий там о красивой одежде и так далее и тому подобное. Вот его мать воспитывает его одна. Она его одевает как-то очень странно. Собачка. Она его очень странно, грубо говоря, одевает. Все в школе над ним смеются. И он такой как бы немножко ребенок-изгой. Но тут... Но он другого и не видит. Он привык так жить. Он так вырос. И вот так... И он всегда будет такой. Потому что его мама не изменится. Она будет продолжать его так же одевать. Она будет продолжать его водить в эту же школу. Она будет продолжать... То есть все будет продолжаться так, как оно идет. Своим чередом. Ну, тут появляется какой-то мужчина, допустим, который, не знаю, знает толк в стиле, в чувстве такта, там, я не знаю, в роскоши и так далее и тому подобное. И он, например, этого парня себе под крыло. Меняет ему стиль одежды. Меняет ему прическу. Меняет... Его именно показывает ему свою жизнь. И тем самым показывает ему, ну, какие-то другие возможности. Что есть какая-то другая жизнь. Не потому, что она лучше или потому, что она хуже. А потому, что просто мы притягиваем то, что как бы все равно нам... То, что мы понимаем, грубо говоря. И вот этот парень, типа, которого переодели, ему сделали новый прикид, сделали новый имидж этому ребенку. Вот он приходит в школу. И на него уже девчонки по-другому смотрят. К нему уже общество по-другому относится. Потому что, как ни крути, все равно встречают по одежке. И вот он такой... Он видит, что у него начали обращать внимание уже не только в школе, там, да, какие-то девочки, но еще и просто прохожую на улицу. И он из этого чувствует какую-то уверенность в себе. И, то есть, тем самым он развивается и ищет себе какой-то другой путь жизни. А не тот, который, в принципе... Не тот, который ему навязывала мама. И не потому, что это плохой образ жизни. Она просто другого не знает. И вот у него, как у ребенка, у него освободился какой-то процент там свободной жизни, грубо говоря. Чтобы увидеть что-то новое. Боже мой, сколько вам лет. Так, кто автор книги? Автор книги Александр Король. У меня вообще с этой фамилией не очень классная ассоциация. Потому что мне кажется, что Король у меня ассоцируется только с колхозом Красным Перцем, который раньше был у нас на проекте. Но там нормальный человек. Интересный. Не тупой. Книга реально очень интересная. Ее нужно понять. И мне нравится, как он все описывает. Не только там, типа, что... Ой, нужно мыслить и знать, что ты хочешь. Нет, конечно, ты... Но, типа, может быть, нужно себя иногда окружать изысками, чтобы тоже стать изысканным. Понимаете, о чем я? Поэтому сыну должен мужчина воспитывать или красный, либо брат. Неправда. Мать тоже может. Просто она не ищет других. То есть она забита немножко другим. И, ну, то есть...